Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубу. Сегодня мы будем набирать петли австрийским способом. Сравним его с нашим обычным наборным краем. Говорить о преимуществах того или иного способа, конечно, не имеет смысла, потому что каждый используется в своем случае. Но в сравнении мы просто хорошо можем разобрать, чем отличаются эти два способа. А затем в вязании вы уже посмотрите, какой из способов для какого изделия вам больше подойдет. Итак, для того, чтобы набирать петли австрийским способом, мы также располагаем нашу нить на указательном и большом пальце. Короткий конец лежит на большом пальце. Тот конец, который идет к клубку, на указательном. Давайте приступим. Заводим спицу под вот эту нить между пальцами, придерживаем ее. И дальше первое движение следим за кончиками спиц. Мы заводим их под ту нить, которая лежит на большом пальце. Теперь при обычном наборе мы с вами заводим наши спицы вот под эту нить, которая лежит на указательном пальце. А в австрийском способе мы их заводим под ту нить, которая лежит за указательным пальцем. Вот так. Выводим кончики спиц через ту петлю, которая лежит на большом пальце. И сбрасываем и ту петлю, которая лежит на большом пальце, и ту петлю, которая лежит на указательном пальце. И получаем с вами вот такую сложную конструкцию. Петля вот так замысловато закручивается уже при наборе. Потом мы посмотрим, что это дает. Теперь также берем два конца рабочей нити и затягиваем. Вот так. Сначала приблизим петлю к спице, а потом можно еще раз потуже затянуть. Вот что у нас получается с лицевой стороны и с изнаночной. Еще раз. Располагаем нити на пальцах. Заводим под рабочую нить на большом пальце. Затем под рабочую нить, которая располагается за указательным пальцем. И теперь выводим наши спицы через петлю на большом пальце. Сбрасываем и эту петлю, и эту петлю. А теперь затягиваем. Вот так, в два этапа. Сначала приближаем петлю к спице, а затем ее еще подравниваем на спицы. Теперь чуть побыстрее. Под эту нить, под эту нить. Выводим спицы через петлю на большом пальце. Сбрасываем обе петли. Сначала приближаем петлю к спице. А затем подравниваем уже на спицы. Еще раз. Это уже в нормальном темпе я делаю. Еще раз медленно. Под эту нить, под заднюю нить за указательным пальцем, в петлю на большом пальце. Сбрасываем обе петли. И затягиваем новую петлю на спице. Итак, давайте посмотрим, что дает нам такой наборный край. Обратите внимание. Здесь хорошо видно, петли лежат на спице, а сам наборный край уходит чуть-чуть назад. Вот его, если вот так посмотреть, вот он уходит чуть-чуть назад. Сюда его тянет. Сейчас я наберу петли обычным способом, и это будет видно лучше. Вот это наш обычный способ. И обратите внимание, здесь я сбрасываю только ту петлю, которая лежит на большом пальце. А длинный конец рабочей нити лежит на указательном пальце. И вот если сравнить эти два наборных края, вот здесь у нас наборный край лежит между лицевой и изнаночной стороной, а здесь мы с вами видим, вот тут даже есть при переходе, этот лежит здесь. Вот это их первое отличие. Второе отличие. Здесь мы получаем с вами вот такую ровную косичку. Здесь у нас косичка с перевернутыми петлями, что дает вот такие вот небольшие узелки. Я уже связала два образца с обычным наборным краем. Это вот этот образец. Мы здесь видим, как у нас лежит косичка между лицевой и изнаночной стороной, прямо. Но этот наборный край при вязании его чуть-чуть тянет вперед. Вот, когда начинает закручиваться лицевая гладь, закручивается ведь не край, а лицевая гладь, то и наборный край за ней тянется. Если посмотреть вот здесь, вот так посмотрим, то здесь наборный край заметен меньше. Вот тут мы его видим лучше, тут его нет. Тут мы видим вот такие узелочки. Теперь, что интересно, когда я провязала, набрала петли обычным способом и сразу же с изнаночной стороны провязала изнаночные петли, первый ряд, то у меня между наборным краем и первым изнаночным рядом нет пространства. Наборный край примыкает к первому ряду. Когда мы провязываем первый ряд изнаночными петлями, то здесь вот очень хорошо просматривается вот такое пространство. У нас наборный край отстает от первого изнаночного ряда, посмотрите, насколько, почти на высоту одной лицевой петли. И вот как раз это и дает нам незакручиваемый наборный край. Его как бы тянет сюда, потому что здесь у нас, видите, такая выемка, и эти петли как бы тянутся сюда, а не к лицу. Поэтому вот такой наборный край считается нескручиваемый. Он состоит из перекрученных петель, но сама кромка не скручивается. Лицевая гладь скрутится, никуда мы от этого не денемся, но кромка лежит ровнее. И вот сейчас мы с вами провяжем наш наборный край, который состоит из австрийского набора и обычного, привычного нам классического. Провязываем первый ряд все петли изнаночные. Вот сначала у нас идет этот наборный край, классический. А вот теперь мы переходим к австрийскому. И здесь, когда я провязываю изнаночные петли, чувствую, что они менее эластичные. Они за счет своего перекрученного основания не тянутся. Тогда как при классическом способе вот здесь они тянулись. И вот теперь посмотрим. Изнаночный край и кромка лежат плотно, примыкая к друг другу. Здесь изнаночный край и кромка лежат на расстоянии одной лицевой петли. И вот сейчас очень хорошо здесь это просматривается. И провяжем теперь лицевой ряд. Сначала у нас идет австрийский наборный край, а теперь обычный наборный край. Сравним еще раз. Вот как здесь лежат петли. Основания коротенькие и примыкают очень близко один к другому. То есть этот край не очень эластичный. Хотя тугим его тоже не назовешь. Но он за счет перекрученных оснований петель держится плотнее. Здесь у нас вот эти вот петли лежат более такими широкими мазками. Посмотрите, что у нас получается. Вот я сделала еще один образец. Здесь у меня петли были набраны австрийским способом. Затем я провязала один ряд. Резинка один к одному. Узловатая получилась кромка с изнаночной стороны. Она выглядит вот так. Мы сегодня с вами научились набирать петли австрийским способом. Сравнили его с обычным классическим. В каких-то изделиях возможно вам пригодится именно такой наборный край. На этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. Оставляйте свои комментарии. Всего вам доброго. До свидания.